всем привет друзья с вами как всегда александр и и сегодня я буду сравнивать две классные колясочки действительно по-настоящему классный от компании а по baby это американский премиальный бренд и сегодня вот с левой стороны у меня находится vista версии 2 с правой стороны cruz тоже второй версии этого самый последний на текущий момент версии которые только есть вы привыкли сравнительных видео видеть у меня залима но сегодня к сожалению я буду снимать этот это сравнительное видео один но все равно я все что нужно вам покажу почему их стоит сравнить по сути вот видите коляски как братья-близнецы только это чуть чуть компактнее но на самом деле здесь не все так просто напомню видео отдельно на каждую коляску у меня на канале есть так что можете пройти по смотреть подробные обзоры каждой из колясок сегодня мы пробежимся немножечко так сам о колясочках поговорим и я покажу именно отличие потому что здесь они немаловажны изначально vista это колясочка которая очень хорошо подходит для детей которых погодки близнецы но вот родился у вас ребенок аста другому стану старшему годик как-то нужно их сейчас возить соответственно vista в этом отношении подходит идеально и как и пользоваться в таких случаях в этом отдельном подробном обзоре я освещаю там можно ставить две люльки прогулку люльку авто люльку с прогулкой с люлькой в общем здесь модификации можно и так и всяк в общем максимально заряженная для этого колясочка поэтому я рекомендую посмотрите этот ролик обязательно если у вас такая ситуация и она вам нужна именно для погоды сегодня мы смотрим ее как колясочка для одного ребенка и сравниваем ее с крузом смотрите что сразу бросается в глаза здесь будут отличаться прилично технические характеристики так смотрите люльки и прогулочные блоки у них абсолютно идентичны основную разницу мы с вами увидев в раме соответственно кстати гарантию производитель дает очень обширную 2 плюс 1 года по сути три года вес с люлькой увисты 12 и 6 у круза 12 и 7 здесь практически все одинаково вес сиденьем 12 2 увисты и 11 с половиной у круза наклоны у них 95 180 это одинаково понятно с рождения до 5 лет естественно то же самое и вот сейчас самое важное отличие для того чтобы эта колясочка могла возить двух детей и было это нормально легко и безопасно нужно раму расширять соответственно здесь это сделали колесная база ширина 65 сантиметров это просто необходимо в такой 2 такого рода колясочках и когда вы планируете приобретать что-то подобное или ту же висту обязательно померьте лифт у себя дома потому что такой общепринятый стандарт россии лифта это 63 сантиметра в новостройках они шире но не все в новостройках живут и 65 сантиметров стандартный лифт просто не заходит иногда нужно бывает пододвинуть лифт еще дальше опять же не везде это сработает долго акцентирую на этом внимание но имейте ввиду просто если вы уже выкатили коляску и потом в магазине не вернуть и важно знать это заранее поэтому вот 65 сантиметров а у круза 58 любой ряд там магазин где угодно вы на ней спокойно проедете люльки у них точно абсолютно одинаково 74 на 30 глубина одинаковых с этим все хорошо и максимальный вес ребенка выдерживают 22 с половиной килограмма ну естественно vista x2 нам нужно сделать потому что vista она очень усиленно для этого она и сделано шире она выдерживает двух детей поэтому запас такой скажем прочности здесь побольше но если мы посмотрим внимательно на сами коляски на саму раму на все крепления они идентичны поэтому я я бы мое личное мнение проецировал эту надежность и прочность на круз тоже потому что все сделано абсолютно одинаково вот что касается люльки здесь принципе можно одну показывать и здесь будет то же самое из приятных фишечек у них есть вот такие вот дополнительные козырьки и здесь и здесь снимать их можно одной рукой тоже очень круто здорово сделано у них есть вентиляция снизу открываем здесь вот да и у нас вентилируется основание есть ножки чтобы ставить на землю и не бояться чтобы что она запачкается поэтому здесь все идентично люльки мне у них очень нравятся некоторые люди думают какая-то она маленькая но ребеночек он маленький рождается когда первый ребенок люди задаются этим вопросом не знаю как бы без опыта соответственно скажу из практики этого размера люлик хватает для крупного ребенка зимой меховом конверте на овчинке толстеньком спокойно поэтому не переживайте с этим здесь все хорошо подробно обзоре на каждую из них я об этом естественно всегда говорю смотрите еще одно отличие в основании это у нас вот смотрите у них по большому счету одинаковые конструкции но у них отличаются размер колес потому что здесь это просто необходимо увисты будут и передние и задние колеса чуть пошире и повыше диаметр колес здесь ощутимо побольше в крузе же из-за того что здесь нет этой необходимости сделано колеса радиусом поменьше багажники огромные здесь и на крузе и на вести поэтому здесь как бы скажем так версия для одного ребенка не пострадала и с этим все хорошо колеса здесь просто резиновые амортизация есть на всех колесах блокировка есть на всех колесах и соответственно ребенку комфортно будет в любом случае вот что еще мы занялись не заметили принципе здесь все мы посмотрели давайте я вам покажу прогулочный блок я не буду ставить прогулочный блок на обе коляски потому что они идентичны поставим например на круз этот прогулочный блок я могу спокойно вот смотрите взять с круза и поставить на висту они абсолютно идентичны и взаима взаимозаменяемый вот здесь написано круз но она встает на висту поэтому я и говорю поставлю только на одну чтобы вам показать так чуть-чуть от едем вперед акцентируем внимание сейчас на крузе потому что виста будет абсолютно такой же прогулочный блок здесь напомню гамаком сделан и есть армия фанатов скажем так и гамачной системы и горизонтальной тут при выборе выбирайте сами но гамак он ничем не хуже чем просто ровная поверхность даже немножко полезнее для кровообращения и отношусь хорошо и кто части системе и к этой вот наши девяносто пять сто 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 восемьдесят нас получается видите рама она полностью горизонтальная большой козырек и в прогулочном блоке не будет вот такой дополнительной секции потому что он сам будет и так большой так давайте сейчас покажу вам кстати вот смотрите вот эта третья секция она закрывается если нужно здесь у нас есть москитная сеточка и здесь еще в основной секции тоже есть так давайте покажу как складывается складывается они идентичны абсолютно поэтому смотрим на примере круза складывать нужно при прогулочном блоке по ходу движения вот так вот опускаем предварительно на я вам не сказал это касается любых колясок перед складыванием проедьте чуть чуть назад чтобы колеса ушли на ту сторону и не упирались когда вы складываете коляску вот видите сейчас все хорошо аж упала у меня потом что нам нужно нам нужно взять и вот эту часть вот так подогнуть и вот собственно получаем достаточно компактную конструкцию как для такой конструкции колясок принципе нормально vista абсолютно идентична единственно она из-за того что колеса больше чуть-чуть будет из-за колес больше поэтому здесь как бы повезло вам у вас вот сразу двое один за другим то vista вам в помощь и я поздравляю вас с этим что у вас вот такая ситуация вот соответственно все необходимое и всю разницу я вам рассказал принципе вот очень похожий максимально близнецы скажем так колясочки кроме как основание рама их отличает рама не прогулочный блок не люлька именно вот рама из-за того что у vista есть необходимость при необходимости скажем так катать двух детей сразу здесь вот такая вот раздутая широкая рама поэтому как то так собственно всю информацию донес теперь я думаю у вас не останется вопросов в дальнейшем что из них для чего и как как их скажем так выбирать поэтому на этом я закругляюсь если вам это разъяснение понравилось было интересно ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал а я хочу пожелать вам сделать хороший грамотный выбор колясочки для вашего ребенка или для ваших детей в магазине первая коляска и удачи на дорогах пока